Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 22 июня, Троицкая Родительская Суббота, Православная Церковь совершает память мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии пострадавших. Эти святые девы жили в персидском селении Кашас во времена преследований Шапура II. Они посвятили себя Богу под духовным руководством священника по имени Павел. Все имущество девы придали своему духовнику, поэтому он стал обладателем больших богатств и обширных земель. Обвиненный в исповедании христианства перед верховным жрецом Нарсиэтом Шапуром, Павел был арестован. Солдаты конфисковали все найденное у него имущество. Были также схвачены и его ученицы. В Кандалах их привели в селение Хаза рядом с Арбелой. Первым перед Тамшапуром предстал Павел. Жрец пообещал вернуть все его имущество, если он поклонится солнцу и выпьет и доложертвенной крови. Сын погибели, любивший золото больше, чем Христа. Священник сделал все, что ему приказали. Тогда Тамшапур, желавший во что бы то ни стало, присвоить себе его богатство, придумал нечто другое. Он сказал, что исполнит обещание, только если Павел уговорит дев поклониться солнцу и вступить в брак. Когда Павел рассказал о своем вероотступничестве ученицам и предложил последовать его примеру, они выказали ему величайшее презрение, назвав новым Иудой. Девы были переданы мучителям, и каждая из них получила сто ударов кнутом. Несмотря на это, они с еще большей ревностью исповедали веру во Христа. Тамшапур осудил их на смерть и, повторяя Павлу свои обещания, повелел ему убить учениц собственными руками, надеясь, что тот откажется, и это будет поводом забрать себе богатство. Однако сребролюбие уже сделало сердце священника тверже и бесчувственнее камня. Он взял меч и убил святых дев, успевших сказать ему такие слова. Несчастный пастырь, ставший губительным волком из-за любви к деньгам. Это ли мирная жертва, которую мы получили из твоих рук? Это ли животворящая кровь, которую ты нам давал? Но твой меч приносит нам вечную жизнь и славу. Мы идем ко Христу, нашему богатству и сокровищу, а ты не получишь имущество, которого ищешь, и скоро тебя, как безумного богача из Евангелия, постигнет суд Божий. Действительно, в тот же вечер Тамшапур приказал задушить Павла в тюрьме и завладел его богатствами. Дорогие братья и сестры, сегодня в Родительскую субботу совершается поминовение всех от века почивших православных христиан и творится память святых святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, преподобного Кирилла, игумена Белоизерского, праведного Алексея Московского, Мечева, преподобного Александра, игумена Кушетского, празднуется обретение мощей исповедника Рафаила Шейченко иеромонаха. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето!